Приветствую вас на своем канале Айнур Ермек про здоровье. Сегодня мы с вами поговорим о пище долгожителей, то есть все о пользе и вреде фиников. Финики это седубные плоды финиковой пальмы, который ценится за богатство витаминами и минералами. Финиковые пальмы чаще всего растут в тропиках. Размер фруктов и их цвет напрямую зависит от того, в каком регионе растет та или иная пальма. Свежий плод обычно желтоватого цвета с гладкой поверхностью и трепким сладковатым вкусом. Когда же он подсыхает, приобретает коричневый оттенок и медовый привкус. Этот фрукт, растущий на финиковых деревьях, который иначе называется феникс, известен с древних времен и на протяжении тысячелетий считался одним из основных видов пищи на территории Африки и Ближнего Востока. По одной из версий, финиковые пальмы впервые появились в странах Персидского залива, а археологические свидетельства указывают, что в восточной части Аравиевского полуострова финики культивировались за 6000 лет до н.э. Для жителей Древнего Востока это был ценнейший плод из-за своей доступности, вкусовых качеств и полезных свойств. Считалось, что финики содержат все необходимые человеку вещества, поэтому их брали в длительные походы. Фрукты изображали на стенах храмов в Вавилоне и Ассирии, а в Древнем Египте из них делали вино и увековечивали этот процесс на стенах храмниц. Также финики много раз упоминаются в Блиблии и Коране. Сейчас самый популярный сорт – таглет-нур, название которого переводится как «палец света». Его употребляют в свежем, жареном, в вареном виде, но чаще всего сушат и вялят. Чем полезны финики? Еще с древних времен известно о полезных свойствах фиников. Считалось, что они не только отлично насыщают и дают силу, но и влияют на мужскую потенцию, а также увеличивают продолжительность жизни. Эти плоды богаты медью, железом, магнием, цинком, марганцем, калием, кальцием и витаминами А, С, В1, В2, В6. В их составе присутствует 23 вида аминокислот, которые отсутствуют в большинстве фруктов. Обладают довольно высокой калорийностью. На 100 грамм фиников приходится 274 килокалории. Несмотря на большое количество углеводов, могут входить в диету в качестве замены сладостей. Финики содержат несколько типов антиоктидантов, которые способны помочь предотвратить развитие определенных хронических заболеваний, такие как болезни сердца, рак, болезнь Альцгеймера и диабет. Также уменьшают воспаление и предотвращают образование бляшек в мозгу. Есть мнение, что финики укрепляют здоровье костей и помогают контролировать уровень сахара в крови, но эти эффекты недостаточно изучены. Плоды помогают бороться с вирусными инфекциями, а также успокаивают кашель и выводят мокроту. Финики полезны при анемии, гипертонии, для мозговой деятельности, благотворное влияет на сердце, почки и печень. Когда они опасны? Несмотря на все полезные свойства, финики способны нанести вред и имеют ряд противопоказаний. Большое употребление этих сухофруктов может вызвать некоторые проблемы с ЖКТ, например, сдутие, расстройство желудка или диарею. Аллергия на них встречается редко, но бывает. Из-за высокого гликемического индекса и высокого содержания сахара некоторые специалисты рекомендуют вообще отказаться от фиников при диабете. Кроме этого, любой человек должен ограничить их потребление и съедать не более 15 штук в день, иначе продукт нанесет организму вред вместо пользы. Высокое содержание клетчатки в плодах улучшает состояние микрофлоры кишечника, поэтому их рекомендуют при запорах и кишечных расстройствах. Финики также полезны для беременных и кормящих мам. Дело в том, что в них есть особые вещества, которые укрепляют мышцы матки, снижают риск кровотечений, облегчают течение родов. Окситоцин, входящий в состав этих фруктов, помогает справиться с дородовой или послеродовой депрессиями, укрепить нервную систему и улучшить качество молока. Из-за богатого витаминами и микроэлементами состава продукт хорошо для тех, кто занимается спортом или часто устает. Финики полезны и для пожилых людей, потому что вообще не содержат холестерина и защищают от сердечно-сосудистых заболеваний благодаря магнию и калию. Эти фрукты способны регулировать уровень глюкозы в крови, снижать риск развития патологий сосудов и поддерживать кислотный баланс организма. Как выбрать и хранить? Цвет зрелых фиников должен быть темно-коричневым и равномерным. Более светлые оттенки говорят о том, что плоды не совсем зазрелы. По внешнему виду они должны быть матовыми, цельными, без механических повреждений, а на ощупь – меру мягкими, но не слишком жесткими. При выборе фиников нужно обратить внимание и на запах. Если сухофрукт пахнет брожением, значит он залежался на складе. Наличие трещин говорит о том, что продукт высушивали в печи, от него может отслаиваться кожица и присутствовать жареный привкус. Также высушенный в печи финик может быть слишком липким, жирным и обработанным сахарным сиропом для придания сладости. Качественный фрукт таких признаков лишен. Считается, что лучше выбирать плоды с косточкой, потому что они сохраняют наибольшее количество витаминов и полезных минералов. Хранить плоды следует в холодильнике, в плотно закрытом контейнере, чтобы они дольше сохранили свой вкус и не впитывали посторонние запахи. В случае недолгого хранения их можно убрать в темное прохладное место. Как правильно употреблять? Рекомендуется есть финики в первой половине дня из-за их высокой калорийности. Перед потреблением советую не просто помыть их от прилавочной пыли, но и вымычить, чтобы избавиться от лишнего добавленного сахара. Можно ли есть финики каждый день? Я считаю, если у человека нет никаких противопоказаний, ему это приносит удовольствие и никак не вредит ни фигуре, ни здоровью, то финики можно есть каждый день, как и любой другой продукт. На этом все, дорогие мои слушатели. Спасибо, что дослушали до конца. Прошу вас поставить лайк и подписаться на мой канал. Также буду благодарна, если вы поделитесь моим каналом со своими близкими и друзьями. До скорых встреч!